Музыка 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 Так, поставим лад? Здесь в телевидении жить невозможно и представить не возможно Полмиллиона долларов Я бы вообще так не договаривалась Друзья, мы сейчас с вами находимся на телевизионной премии Тумар, где собрались все казахстанские телевизионщики. Сегодня большой праздник, потому что это мероприятие посвящено 60-летию казахстанского телевидения. Из них лично я отдала нашему отечественному телевидению свои 18 лет. Оксана Петерс была одной из первых телеведущих славянской внешности. Это была первая славянка, которая начала вести итоговые новости на казахском языке. Учила Оксана казахский язык в школе, а затем в университете. Динарчик, почему ты мне не даешь ничего сказать? Потому что не надо говорить, надо просто улыбаться. На первом ряду сидят женщины, которые, знаете, вели новости еще в то время, когда я в школе училась, смотрела Хабар. И в свое время я училась в медийной школе телеканала Хабар, агентство Хабар. И тогда Комбат Хангельдина мне преподавала, как это было правильно, телевизионная школа? Телевизионная школа, школа дикторского мастерства. И вот я училась правильно говорить именно о Комбат Хангельдине. Я тогда помню, что вы мне сказали, что я очень быстро говорю. Да, да. Был такой темп, очень бешеный. Но при этом, если ты помнишь, я тебе тогда еще сказала, что твое амплуа – это шоу. И вот на самом деле, как я тогда говорю, я тебе сразу это в этом амплуа увидела, так оно и, по-моему, получается в твоей жизни. Спасибо большое. Я думаю, что годы абсолютно не берут двух Комбат, потому что Комбат Хангельдина вернулась снова в эфир, снова в новости. Вы знаете, я училась в школе, Комбат Хангельдина была в эфире. Сейчас я уже родила двоих детей, работаю на телеке 18 лет уже, а Комбат Хангельдина снова ведет новости. Ну, это классно, конечно. Вот как Комбат заметила, что быстро говорила, да, я иногда думаю, вот эта вот быстрота чтения, это как раз сейчас, когда интернет вовсю с нами, даже впереди нас намного, я не знаю, там, даже веков, да, думаешь, господи, надо так говорить, как вот Динара Саджан быстро может за одну минуту, 50 секунд целую мысль высказать. А так то, что ты говоришь, что я до сих пор в эфире, я этому просто рада. Это на самом деле говорит о том, что у нас на телевидении есть преемственность поколений, да? Главное богатство казахстанского телевидения – это преемственность поколений, сохраняя выкрованные ценности и память прошлых лет, мы строим новое телевидение. Пойдем сюда. С этими ножками, ручками я, когда переехала в Астану в 2006 году, мы с Гульжанкой вели итоговые новости и сидели вот у нашей столы, были напротив друг друга, да. Гульжанка, вот сколько лет из 60 ты отдала отечественному телевидению? Официально, наверное, 13, а вообще где-то больше 15. Слушай, я 18 отдала, ты, наверное, еще больше. Ну, 15, 15, нет, я же моложе, динамик. Телевидение – это великая сила, пусть эта сила работает во благо нашей страны, во благо нашего народа, великий Лерусский Тосный. Я хочу сейчас познакомить вас с Жан-Сириком Бесеевым. Это самый красивый мужчина на нашем телеканале «Казахстан». Жан-Сирик, вот сколько лет ты работаешь на телевидении? Я, какого года, я работаю на телевидении. Жан-Сирик, всего лишь джетажил. Это говорит о том, что он совершенно молодой по сравнению со мной. Жан-Сирик, какие впечатления, что ты ждешь от сегодняшней премии? Я, какого года, в Солнечном городе, с ласковым именем, не было грустно весенним цветам. Из 60 лет казахстанского телевидения сколько лет вы отдали? 28. 28, а вы? 34. Практически столько же, сколько мне лет. Да, да, да. Совершенно незаметно пролетели эти годы, я хочу сказать. Да, и тебе желаю, чтобы твои годы тоже летели незаметно, а ты оставалась вот такой же элегантной. Спасибо большое. Дай мне Бог, чтобы выглядеть так же, как вы. Вот через спустя 30 лет, сколько я буду работать на телевидении. Все будет. Использовать телевидение, они могут выйти на широкий круг, на всемирный уровень. Жанка, я тебе желаю тоже, чтобы ты еще лет 50 отдала своих отечественному телевидению. Спасибо, Динарочка. Я тебя очень люблю. Я тебя тоже. Спасибо большое. Здесь у нас выступает, уже дала все. Театр переходит сюда, а шоу «Барашков» у нас после четвертого тоста. Да, я сказала. Друзья, я хочу познакомить вас со своей подругой, Саули Самедин, которая является организатором ивентов, концертов. В данный момент Саули организовывают свадьбу, которую я сегодня веду. И вот меня интересовало, конечно, очень давно, сколько Саули же зарабатывает. Но я так примерно, в принципе, подсчитала. Да, даже не буду говорить. Да, взяла справку с налоговой и уже знаю. Не, на самом деле я знаю, что сейчас непросто на рынке ивентов. Сейчас очень непросто на рынке. Жирные времена закончились. Закончились, да. Сейчас началась такая реальная экономика. Ну, я думаю, что не только в нашей сфере это произошло. Это во всех сферах. И у артистов, и у шоуменов. И даже касается не только таких творческих этих, мне кажется, и в торговле, динарочка. Но мне знаете, что кажется? Зато сейчас самое время отмечать свадьбы, юбилеи, потому что все так недорого. Ну, ты знаешь, вот, да, цены падают постепенно. Имеется в виду, падают и у артистов, и даже банкетные залы. В связи с тем, что конкуренция бешеная на рынке Астаны. Особенно после, спасибо, Экспо, построилось много отелей, много банкетных залов. Конечно же, сейчас конкуренция бешеная, и все банкетные залы стараются чуть-чуть снижать цены. Ну, вот я хочу просто как-то поддержать ваш бизнес и сказать о том, что на самом деле сейчас самое время женить детей, отмечать юбилей, потому что можно это все сделать по хорошей цене. Потому что реально сейчас такой демпинг на рынке, да. Артисты недорогие, залы недорогие, кухня подешевела. Ну, не сравнить там, например, что происходило 2-3 года назад. Ну, да, пик, наверное, был даже не 2-3 года назад, а пик был лет 5 назад. Когда было, ну, достаточно дорого, все услуги дорогие. Ну, рынок диктует свои всегда условия, и, конечно, все подстраиваются. Саулеш, скажите, какая у вас была самая дорогая свадьба, вот какой у вас был самый дорогой бюджет? Ну, это было где-то полмиллиона долларов. Это включая все артистов, оформление, полностью банкет, то есть это вот самая дорогая свадьба. А сколько сейчас вот примерно стоит сделать свадьбу в Казахстане? В Астане, например? Ой, ну, все зависит же от количества гостей, то есть если мы не будем считать банкет, а можно сделать и за 3-5 миллионов долларов свадьбу, имеется в виду чисто только артисты, там, и какая-то развлекательная программа, ну, небольшая совсем. Это, то есть обходимся местными артистами, потому что... 3-5 миллионов тенге, наверное? Ну, конечно. Вы сказали долларов. Нет, тенге. Вы сказали долларов. Я вообще ничего не сказала, я сказала 3-5 миллионов. А что выгоднее делать, делать концерты или же свадьбы? Ой, это вообще две разные категории, которые, как бы, ну, их нельзя, они в разных ценовых сегментах и в разных вообще, как бы, ну, категориях. Сравнивать как можно? То есть концерт и концерты тоже бывают разные. Ну, я всегда примерно понимаю, да, сколько я могу заработать там на концерте, сколько я могу заработать на свадьбе. Также у вас наверняка есть прайс, который вы понимаете, что все-таки вам выгоднее и интереснее делать концерты или же такие мероприятия? Я хочу сказать, что наша цена, как бы, конечно, концерты, если они крупномасштабные, то там и заработок больше, естественно. Потому что они трудоемче и творчества там больше. То, что касается свадеб, там есть определенная ставка за организаторские услуги. То есть там все расписано по полочкам, как бы, каждая услуга, она расписывается. И, конечно, если над концертом, как бы, то есть концерт это, ну, совсем другой и, естественно, там и заработок, ну, разница. Мне кажется, чтобы открыть ивентагентство, во-первых, нужно поработать в ивентагентстве какой-то длительный период времени. Потому что, чтобы понять, как правильно организовать свадьбу, чтобы понравилось хозяевам, да, чтобы понравилось жениху с невестой, чтобы правильно были оформлены цветы, стол и прочее, прочее, мне кажется, это очень, вообще, долгая история. Вот сколько у вас учеников и набираете ли вы новых людей, чтобы обучать их? Ой, мы, наверное, одно из первых ивентагентств, которые учились на своих ошибках и которые, как бы, вырастили плеяду, наверное. И, наверное, ивентщиков. И, честно говоря, нас смотрят уже, да, мы как школа, наверное, и производство ивентов. Конечно же, то, что у нас очень много молодых, которые приходят, смотрят и хотят, как бы, обучиться, то есть и потом они идут и дальше работают. Потом идут и открывают свои агентства. Ну, я хочу сказать, что сейчас не время открывать ивентагентства, потому что их много, их очень много стало. Десять лет назад их не было столько много, а сейчас, то есть каждый ведущий уже называет себя ивентагентством. Каждый ведущий говорит, возьмите меня, я вам организую абсолютно всё. Да, это происходит, ведущие пытаются, то есть полностью, как бы, заниматься и теми, и третьими, и десятым. То же самое оформители, они тоже, как бы, знаешь, всё в себя, то есть тоже говорят, ой, мы можем это сделать. То есть настолько идёт, то есть оформители становятся ивентщиками, ведущие тоже становятся ивентщиками. И поэтому очень большая конкуренция, ну, и открывать новое, то есть не то время немножко сейчас. Наоборот, многие ивентагентства закрываются. Но сейчас не только ивентагентства закрываются, потому что реально время сейчас непростое для тех, кто занимается бизнесом, сейчас понимают, о чём мы говорим. Поэтому, ну, зато, друзья, у вас есть сейчас уникальная возможность попасть в команду Ксаулия Самедин в качестве практиканта, поучиться лет пять, просто быть её рабыней, рабом, а затем через пять лет, когда всё будет хорошо в нашей стране, снова вступить в бой, да, потому что можно полмиллиона заработать на одной свадьбе. Правда? Ну, чтобы заработать полмиллиона, надо быть очень профессионалом своего дела, я так думаю. А вообще, а какую самую большую вот ошибку вы совершали? Вот вы говорите, наступали на грабли, да? Какая самая большая была ошибка? Может быть, забыли там, я не знаю, бешпармах, да, или там кто-то из артистов не пришёл? Ну, кто-то из артистов не пришёл, это не ошибка, это уже как бы форс-мажорные обстоятельства, когда артисты, то есть мы не можем на них, как бы, воздействовать, они могут, там, по каким-то объективным причинам, иногда необъективным причинам подвести. Я считаю, что, конечно, поэтому мы избежать, чтобы этой ошибки, как ты выразилась, мы не предлагаем тех артистов, которые так себя ведут. Поэтому, друзья, всегда приглашайте только меня, я очень ответственная женщина, я всегда прихожу за 2-3 часа раньше, встречаюсь с молодожёнами, общаюсь с родителями, пишу свой сценарий, всё делаю сама, могу организовать ивенты. Вот о чём я и говорю. Я шучу, шучу, нет, я ивентами не занимаюсь. Я вообще, честно говоря, я, ладно, ивенты, да, то есть ивенты, это ещё как-то понятно, но концерты для меня, это, конечно, я просто не представляю, как сделать концерт в прямом эфире. А Саулеша, кстати, это делает легко для телеканала ГАКУ, она собирает там, сколько миллионов? Не миллионов, у нас всего лишь в Казахстане несколько миллионов. Мы собирали 150 тысяч, это был наш рекорд, 150 тысяч зрителей. На площади? Да, на площади в Алмаде, на старой площади, на фестиваль ГАКУ Даусы. Поэтому Саулеша всегда в стрессе, потому что она переживает, чтобы 150 тысяч не начали драться в какой-то момент. Ну, ещё хочу сказать, что мы концерты, если мы делаем концерты, то это в основном живой звук, живое исполнение, и всегда трансляция идёт онлайн, то есть прямая трансляция. В этом наша фишка, наверное, потому что при прямой трансляции ответственность возрастает, ты сама знаешь, в два или в три раза. Спасибо большое, это была Сауля Самедин, приходите к ней в компанию. Мне нравится вести мероприятия, потому что это всегда такой драйв, когда ты работаешь вживую, и очень много импровизации, тебе нужно найти контакт с гостями, и всем понравится. А вы знаете, всем понравится это самое сложное, поэтому нужно быть просто подготовленной. Когда ты подготовлена, ты всем нравишься. Рядом со мной Сырым Кашкабаев, артист театра и кино, с 99-го года Сырым ведёт мероприятие. Я, если что, в 99-м году только окончила школу Сырым. Как так? Я в 99-м году только школу заканчивала, а ты уже вёл мероприятие? Ну, получается так, да, потому что первое моё мероприятие, я до сих пор помню, я в Астану переехал после того, как окончил Жургеновку, институт театра и кино имени Жургенова. И в октябре месяце я переехал в Астану, стал актёром театра Халибека Хуан Шпаева. И, если не ошибаюсь, в ноябре у нас был первый концерт. Мы должны были вести на сцене нашего театра с Алтнай на Увербек вместе. Алтнай не подошла, и мне пришлось выходить из ситуации. Я вёл на двух этажах. Тогда Тулия Мухаммеджанович был заместителем Акима. И он заметил именно на этом мероприятии меня, и после этого пошла, поехала, завертелась. Из 99-го года Сырым ведёт мероприятие. Я знаю, что Сырым был один из первых таких официальных голосов, которые представлял нашего президента. Да. Тебя могли пригласить только для того, чтобы представить президента буквально ради одной фразы. Да, это Казахстан Республика Сырым президента Нурсултан Назарбаев. И, если честно, они могли меня пригласить и в 6 утра. Это могло произойти в 12 часов ночи. И ты не знаешь, когда тебя пригласят. Поэтому всегда нужно было быть в бодрости духа, скажем так. Вот скажи честно, тебе нравится вести мероприятие, или же ты это делаешь только потому, что это хороший заработок? Если честно, если говорить непосредственно о ТОЯх, то, наверное, это больше заработок. Это никакая не отдушина, это ни творческого подъёма никакого особенного не даёт. Поэтому честно, положа руку на сердце, это заработок. И я бы лучше провёл бы, наверное, 20 концертов, чем один ТОЙ. Но на концертах так не платят. Ну, не суть в этом. Просто концерты, оно как-то... Потому что там, наверное, сцена. Разница, наверное, только в этом, что сцена. А тут ты непосредственно в близости со зрителем сидишь. И ты же на ТОЯх никогда не можешь предугадать, что будет, как будет. Ты никогда ТОЙ не отрепетируешь. Поэтому ты на 100% не будешь уверен, что... Зато на ТОЙ полная импровизация. Ну да, с этим я согласен. Ещё какая импровизация. Я думаю, что многим кажется, что у артистов и вообще у медийных людей очень лёгкая, несложная жизнь. И что мы все живём в окружении таких же медийных персон, что нам всегда весело, на нашей улице всегда праздник. На самом деле это большой труд. И для того, чтобы быть на сцене, для того, чтобы идти по красной дорожке, нужно пройти очень большой путь. И на самом деле за любым известным человеком есть большая биография. И для того, чтобы к этому прийти, невозможно, наверное, с этим родиться. Возможно родиться с желанием стать популярным, известным, знаменитым. Поэтому для нас лично, для всех это работа. И мне вчера было очень приятно видеть всех своих коллег-телевизионщиков, потому что лично я из 60 лет работаю на телевидении 18 лет. Были мои коллеги, которые постарше, которые работают и 30, и 40 лет. И телевидение – это действительно всегда стопроцентная самоотдача. Но зато телевидение нам дарит одно главное преимущество. Это очень благодарная профессия. Ты очень много работаешь в кадре, работаешь за кадром. И тебя знают зрители. И я думаю, что в этом самое главное преимущество профессии журналистов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова